Париж – это не обычная столица, а ожившая легенда – мечта туриста. Улицы хранят еще память исторических событий, но и создают новые течения в архитектуре. Сотни удивительных мест привлекают внимание путешественников. И каждый зритель в одинении нескольких эпох находит для себя красоту. Погода в апреле в Париже не дает больших возможностей для изучения окрестностей. Однако атмосфера в районах навевает романтику, дарит модные тенденции в мире дизайна. Погода в Париже подчинена законам природы. Франция расположена на обширной территории. Благодаря чему земли столицы подчиняются сразу нескольким климатическим зонам. Это – в Атлантической зоне царствует ветер. Летний зной достигает порога в плюс 25 градусов. Зима характеризуется мягким изменением температурного режима. Температура в Париже отличается от той, которая устанавливается в провинциях. Например, у подножия Альп проходит одноименная зона. Летом в предгорных районах прогревается воздух до 30 градусов. Зимняя температура по сравнению с городами Франции опускается ниже нуля. Сам Париж – климат умеренно континентальный. Это северная столица, в которой четыре сезона сменяют друг друга постепенно. На Лазурном побережье туристический сезон длится пять месяцев – май-сентябрь. На основе ежегодных данных метеорологических станций можно сказать с уверенностью, что погода в Париже отличная для поездок и экскурсий. Зимою в столице малоснежно, но сыро и промозгло. В межсезонье часто пасмурно и дождливо. Невозможно предугадать, когда начнется ливень. С августа погода начинает изменяться. Ночи становятся прохладнее, день укорачивается. Зачастую туристы оказываются в ситуациях, когда требуется зонд или дождевик. Ведь в столице Франции всегда внезапные ливни. Это характерная особенность климата в Париже. За весь год выпадает чуть более 600 мм в виде осадков, изморозе. Дождь характерен для любого месяца. И, как правило, начинается резко, неожиданно. Погодный календарь, если рассматривать по месяцам, разнообразен. Средняя годовая температура достигает плюс 15,9 градуса Цельсия в дневное время. С наступлением сумерек столбик термометров опускается до плюс 8,5 градусов Цельсия, средний показатель. Интересно. Париж в мае очень красив. В этот период проводятся фестивали, открывается туристический сезон. До августа погода отличная, вода прогретая, и можно на время забыть о бассейнах. Снегопад в январе считается явлением довольно редким. Сугробов не наблюдается, но может присыпать легкий снежок. Аналогичная картина встречается и в феврале. Экскурсоводы в этот промежуток времени предлагают посещение музеев, поездку в Ниццу, Лувр. Туристам, решившим побывать во Франции в сентябре, стоит ожидать теплую погоду днем. К вечеру шансы оказаться под дождем увеличиваются. Однако возможностей для пеших прогулок и экскурсий много. Обратите внимание, не рекомендуется в первый месяц осени поездка в Брест. К этому времени царит осенняя пора, ливни, прохлада, холодное море. Однако в первых числах сентября остается возможность окунуться в морские пучины. В Париже температура начинает снижаться. Погодные условия с каждым днем становятся хуже. Естественно, поток туристов уменьшается и падает стоимость номер в гостиницах и на услуги экскурсоводов. Предлагается путешественникам побывать в Лувре, осмотреть Эйфелеву башню. Если проанализировать дневник погоды в столице Франции, то стоит отметить, за год случаются 111 дней пасмурных и дождливых, 18 суток, то грозы и проливные дожди, 11 дней, снегопады. Погода в Париже в октябре бытует мнение, что парижский вид отдыха подразумевает активность. Пешие прогулки по скверам и паркам, романтические свидания на крышах отелей, экстремальные варианты развлечений – это лишь малая часть того, что дарит туристам столица Франции. На заметку. Можно неделю провести в поездках по достопримечательностям и каждый раз открывать для себя нечто новое, загадочное и неизвестное. И лучше это делать в определенные времена года. Такой подход позволит не увидеть иную сторону столицы. Говоря о преимуществах погодных условий в Париже, стоит отметить следующее. В октябре и январе турист найдет занятия по душе, посещение выставок, пляжи, рестораны, музеи допускается посещать интересные мероприятия, отличающиеся тематически в сезоны. До ноября климатические условия оптимальные в Париже. Погода сменяется нерезко, сезон дождей еще не начался. Природа обогряется в золотые и красные оттенки листвы. Это придает романтику старым паркам и скверам. На лазурном побережье для туристов в сентябре начинает известный «бархатный сезон». Это небольшой кусочек лета с температурой в плюс 20 градусов Цельсия. Париж в марте особенно прекрасен. Несмотря на то, что дует южный ветер, тучки гуляют по небу, путешественник найдет возможность отдохнуть и полюбоваться достопримечательностями. Поездка в столицу Франции под конец осени может разочаровать туристов. Данный факт связан с несколькими причинами. Одной из них являются климатические условия. Недостатками осенней погоды считаются, в ноябре температура опускается до плюс 10 градусов Цельсия. Чувствуется сырость и тусклость архитектуры. Красивым местом считается набережная на лазурном побережье. Однако туристы предпочитают более теплые места. К окончанию сезона начинаются дожди. На улицах постоянно пасмурно. Прогулки длительные уже становятся в тягость. Верхняя одежда тяжелая, обувь промокает, не каждый путешественник готов к таким походам по музеям. День становится короче и туристы во мгле, тумане, в пасмурную погоду уже не замечает красоты архитектурных стилей. Величие старинных зданий, готические элементы строений приобретают угрюмость. Проявляется серость Парижа, массивность и грязь дополнительная информация. К тому времени значительный поток путешественников иссякает. Это позволяет снизить стоимость многих товаров и услуг. Во время пеших прогулок по промозглой погоде не радуют многочисленные лестничные марши. Париж – это удивительное место, с древними загадками и необычными достопримечательностями. Столицу Франции по праву считают городом велосипедистов, спортсменов. Несмотря на мягкий климат и просторы, в городе существует мизерное количество мест для спорта. Независимо от погоды встречаются на улицах столицы бегуны-пенсионеры, молодые люди. В Париже особое внимание уделяются поддержке здоровья при помощи физкультуры.